Атака на баррель. Почему цены на нефть выросли на 4 за сутки? 13 июня 2019 года, 17.53. Владимир Цыгоев. В четверг, 13 июня, мировые цены на нефть выросли сразу на 4%, до 62 доллара и 50 центов за баррель. Резкий скачок котировок произошел после инцидента с танкерами в Аманском заливе вблизи берегов Ирана. В то же время, как отмечают эксперты, давление на стоимость углеводородов по-прежнему оказывает наращивание запасов сырья в США и угроза замедления мировой экономики. На этом фоне в ближайшее время определяющими факторами для глобального энергорынка станут итоги торговых переговоров Китая и Штатов, а также результаты июльского саммита ОПЕК+. В четверг, 13 июня, на глобальном энергетическом рынке уверенно растут мировые цены на нефть. По данным биржи ICE в Лондоне, стоимость сырья эталонной марки Brent прибавила порядка 4% и увеличилась до 62 доллара и 50 центов за баррель. Как объясняют опрошенные RT-эксперты, одной из причин значительного роста котировок стал инцидент с танкерами в Аманском заливе. Согласно сообщению телеканала Press TV, два нефтяных судна, вероятно, подверглись атаки вблизи берегов Ирана. На этом фоне опасения инвесторов связаны с ожидаемыми перебоями в поставках углеводородов и возможным усилением геополитического давления на Тегеран. Скорее всего, ближневосточные экспортеры пока воздержатся от определения конкретных виновников атак, но мы не исключаем, что представители некоторых стран опек могут заявить об иранском следе в подрыве танкеров. В результате давление на Иран снова может возрасти и нефтяные цены получат усиленную геополитическую поддержку, пояснил в интервью RT, главный аналитик БКС премьер Антон Покатович. Удорожание нефти происходит после серьезного обвала цен накануне. Так, еще на торгах 12 июня стоимость барреля Brent опускалась ниже 60 долларов. Во многом снижение цен было связано с реакцией рынка на увеличение коммерческих запасов сырья в США. Об этом в беседе RT рассказал главный стратег универкапитал Дмитрий Александров. По данным Американского управления энергетической информации, За неделю, с 31 мая по 7 июня, запасы нефти в Штатах выросли на 2,2 миллиона баррелей, до 485,5 миллиона. Пекинский барьер. Почему США не смогли полностью ограничить продажу иранской нефти? Жесткие санкции США не смогли остановить продажу нефти Ираном. Хотя в мае Вашингтон начал вводить ограничения против всех покупателей. Ключевым фактором динамики нефтяных цен является замедление мировой экономики в результате торговых войн. Поэтому сейчас внимание всех трейдеров нефтяными контрактами будет приковано к саммиту G20 в Асаке в конце июня. Дональд Трамп уже анонсировал новые действия, которые он предпримет, если сделка между США и КНР не состоится, пояснил Дмитрий Александров. По мнению эксперта, если Вашингтон и Пекин в конечном итоге смогут заключить торговое соглашение, то уже к концу лета нефть на мировом рынке может подорожать до 65 долларов, 66 за баррель. Впрочем, согласно словам аналитиков, определяющим фактором для стоимости энергосырья станут итоги встречи государств, членов соглашения ОПЕК-Плюс в начале июля. Как ожидается, в рамках переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего продления сделки. Напомним, для балансировки глобального рынка энергосырья страны, участницы пакта договорились с 1 января снизить нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Как следует из материалов ОПЕК, за первые пять месяцев 2019 года производство углеводородов в странах картеля снизилось почти на 1,7 миллиона баррелей в сутки, до 29,8 миллиона баррелей. Срок действия соглашения истекает 30 июня. При этом, если государства не сумеют договориться об очередном продлении сделки, на глобальном энергорынке может произойти серьезное перепроизводство сырья. В результате мировые цены рискуют опуститься ниже психологической отметки 40 долларов за баррелей достичь уровня 30 долларов. Об этом ранее заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. На этом фоне, по словам опрошенных А.Т. экспертов, мировые инвесторы ожидают продления пакта ОПЕК-Плюс до конца 2019 года. При этом, как пояснил Покатович, государства, члены договора могут незначительно увеличить объемы добычи углеводородов, на 500 тысяч баррелей в день. Согласно оценке аналитика, такая мера защитит глобальный рынок нефти от дефицита и позволит предотвратить чрезмерное ускорение цен на энергосырье. В целом в летний период мы ожидаем роста цен на нефть до уровней 70 долларов, 75, в зависимости от решения экспортеров по продлению сделки ОПЕК-Плюс, а также активности мирового спроса на нефть на фоне разворачивающихся торговых прений между США и Китаем, заключил Антон Покатович. Продолжение следует...